Пасхальная служба Десногорск присоединился к всероссийской акции «Диктант Победы». 29 апреля – единый день проведения всероссийского «Диктанта Победы». Несколько тысяч площадок по всей стране, 38 – в Смоленской области и одна из них – в Десногорске. Открытая для всех желающих площадка была организована в городской центральной библиотеке. Мы в первый раз действительно проводим диктанты «Именно Победы». До этого библиотека проводила этнодиктанты, так что международные акции. И, конечно, каждый раз это все больше и больше участников. Я выступаю здесь от имени и руководства Смоленской атомной станции, и от местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», который является именно участником и организатором данного диктанта «Победы». Участником диктанта мог стать любой желающий. Для этого необходимо было зарегистрироваться на официальном сайте акции. Далее, уже на месте проведения диктанта, пройти краткий инструктаж от кураторов, и можно приступать. Диктант «Победы» можно было написать и дома, онлайн. Но как избавиться от соблазна посмотреть ответ в интернете? Именно сейчас за этой дверью собрались те, для кого честный и правдивый результат важнее. А за закрытой дверью все как в школе. Несколько вариантов заданий, 45 минут на решение и волонтеры, следящие за порядком. В этом году количество вопросов в тесте увеличили. В 25 по общей военной истории прибавилось еще 5 по истории региона. Вопросы для меня 50% легкие, а 50% я не знал точный ответ. Я записал то, что я не знаю, и дома доработали. Участниками диктанта стали более полусотни человек, максимум допустимый эпидемиологическим регламентом. Это люди различных профессий и возрастов, от учеников школы до ветеранов Смоленской АЭС. Знать, чтобы помнить – главная идея тех, кто пришел в этот день на диктант. Я решила поучаствовать в акции «Диктант Победы», потому что я считаю, что каждый должен чтить память своих предков, уважать то, что они сделали для нас и никогда это не забывать. Акция организована партией «Единая Россия» и российским историческим обществом. Она уже получила статус ежегодный. Свои результаты можно узнать на официальном сайте акции по личному идентификационному номеру. Православные христиане всего мира отметили светлое воскресенье Христова. Главное пасхальное богослужение в Десногорске прошло в ночь с 1 на 2 мая в соборе города. Его возглавил епископ Рославльский и Десногорский Милетий. Под песнопение соборного хора был совершен крестный ход. По традиции, за пасхальный заутренний было прочитано слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху. Также архипастырь осветил артас, яйца и пасхальные куличи, принесенные верующими. Пасха – самый популярный религиозный праздник у россиян. Его отмечает более 80% наших граждан. Первая неделя после воскресения Христова, Светлая Седмица, наиболее торжественная. На всем ее притяжении и богослужения в храмах в точности повторяют молебны пасхальной ночи. В конце выпуска о погоде. 4 мая в Десногорске пасмурно, возможен снег. Днем плюс 8, ночью около плюс 3. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч! КОНЕЦ КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин